Безопасную с правовой точки зрения среду для проведения ICO-проектов запускает Литва. В бостонском колледже Carroll School of Management подсчитали, что с января прошлого года все ICO-компании в целом собрали 12 миллиардов долларов. Однако по-прежнему остаются регуляторные сложности на государственном уровне. Платформа Disika сможет оказывать поддержку вторичному рынку токенов благодаря брокерской лицензии, а наличие европейской лицензии и маней позволит создавать iBenz-счета и конвертировать фиат в криптовалюты. Как сказал министр финансов Литвы Вилиус Шапока, Литва – первая страна-член ЕС, которая уже регулирует ICO, в то время как другие страны ЕС, а также США, Канада и Китай, пока только адаптируют свое законодательство для правового регулирования.